привет привет мы продолжаем проходить брайт айленд и этот уровень меня немножко выбесил скажем так последние дни но ничего и так мы начинаем в такой пещере и первое что нам нужно сделать это пройти вот через вот эту вот фаршивую стену чтобы забрать здесь плазму и проходим дальше не то чтобы это уровень сложные летом он нудный если честно он пытается развлекать конечно поначалу например здесь будет засада албогу мы пережили здесь еще засада это ничего не имею против не торопливого старта скажем так размеренного проблема в том что во всем этом уровне так сейчас здесь появится у крубита оттуда появилась скелета и еще кубурбита еще две штуки должно быть да так вот проблема в том что на этом уровне по и либо скучные либо раздражающие подоедающие просто и потом покажу что имею ввиду последний бой на этой сложности по крайней мере он немножко бредовый но я нашел способ как схитрить скажем так как и затопленные пирамии ничего здесь будут два голема и скелет они будут будут просто выбегать из вот этого тоннеля то есть никакого здесь испытания игрока нет этот уровень я так полагаю какая отсылочка к второму эпизоду серьезом 2 который мы кстати тоже будем скоро проходить вот например здесь балансом но это еще не все потом будет еще одно но пока мы распилим лягух но черно а вот наша награда это рюкзак мне нравится как выглядит место музыка тоже подходит это есть вот знаете посреди ночи гулять бензопилой по болотам это в этом есть романтическое да вроде все закончились это значит что мы идем вот этому храму нас встречают закинемся немножко и войдем внутрь так на дне вот этой лужи ну как лужи куда в общем на дне наш сервис секрет это броня но всплывать стоит аккуратно сейчас вы увидите почему появляются четыре скорпиона и если вы о них не знаете то они могут очень быстро испортить вождение из гнары элементал и прокаченные солдаты но это уже кстати ничего нет туда можно не прыгать элементал воздухом да вот в этой яме тоже ничего нет но туда лучше вообще не прыгать а то это насовсем здесь за колоннами прячутся враги их вот таким вот образом уберем скажем так на скелета были сейчас будет кукурпитер ой ну а вот это вы и так отсюда ими и вот еще одна отсылка интересом 2 это древесная деревушка здесь появится зумбул и скорпион наверху как обычно снайперская винтовка наш лучший друг вот в этом домике живет зорк проходим сюда будет еще один зумбул и гранатометчики и здесь собственно развилка два пути вот этот путь и тот по которому мы сейчас пойдем опять же очень-очень сложный бой со скелетами три случайные чайки опять же невыносимо сложный бой с камиказа удивительно с первого раза без гнары опять же ничего сложного ну и собственно мы поднимаемся и продолжаем свой путь однако вон туда мы пойдем другим путем и я думаю вы догадываетесь почему если вы давно играете в сервис м просто да нельзя же например если игрок выбрал один путь на другом пути просто врагов я не знаю убрать чтобы они просто не появлялись не влияли на щечку бить и так далее нет для тех у кого комплекс перфекционизма завершения на сто процентов и так далее они вот заставляют бегать по разным путям чтобы заспаунить как можно больше противников ну да ладно мы к этому привыкли здесь элементал воздуха которого можно поджарить что весело вон там наверху в домике есть синяя броня если очень хочется а вот здесь будет довольно раздражающая ловушка нужно гарпию выцепить ну я же вижу а на хрен с ней я думал я взрывной волной убьет но не судьба видимо потом ну и собственно мы подошли к той платформе которую вы видели внизу теперь вам нужно воспользоваться вот этим лифтом приготовим снайперскую винтовку потому что как только мы перепрыгнили на эту платформу появится два зумбу вот здесь и вот здесь ой итак заходим вот сюда и прижимаемся вот к этой вот штуке чтобы второй скорпион нас не видел здесь сейчас будет демон ну и с другой стороны тоже и и вон туда я люблю при фаере пускать несколько ракет потому что там сейчас появится скорпион после того как мы убьем его спрыгиваем вот сюда берем эти ядра это еще один секрет но аккуратно когда мы их возьмем появятся престарелые скорпионы ну и так же здесь есть портал чтобы продолжить путь и вот эта арена это первая такая серьезная арена на этом уровне но она скажем так но она немного раздражающая объясню почему сейчас здесь появится камикадзе это та арена из-за которой я раза три по моему перезапускал прохождение итак мы убили этих двух зумболов сейчас появятся еще два и нужно подождать не убивать их сразу а подождать пока появятся гарпии потому что если убить зумбулов очень быстро этих двух то гарпии могут и не появиться не знаю почему так происходит но так происходит так думаю достаточно это только гарпии что-то не вижу где гарпии так нет я не буду четвертый раз перезапускать эту карту где гарпии так ладно я не знаю но их нету их просто нет я не знаю просто есть ли смысл продолжать потому что вроде когда спаун поломался я могу просто дойти и сказать да вот здесь вот штук 30 поломанных спаллов так далее ночи не так они же появляются где вы в прошлый раз выяснил что если убивать зумбулов раньше времени то они не появляются но теперь они просто не появились я не понимаю почему я просто сейчас думаю действительно париться перезапускать или нет вот эти гарпии появились слава богу но смысл на этой карте и так два половинных спауна и нам будет не хватать в конце еще не знаю что 20 гарпий или сколько там их появляется я не знаю я расстрою немножко не скрою убьет убьет играю по новой что уж нет так продолжим сейчас повторюсь это несложно просто вот именно начало уровня вот до того как мы вот дойдем до хотя бы до сюда это это просто раздражает он все вот это вот неторопливость сейчас лень замечать что вот как будут порталы тоже пройти сириусом была типа такая ссылочка тоже появятся новые монстры меню двух зайчик и которых я сейчас просто завалю нету гарпий потому что они где-то там не видят меня ладно в общем неважно я продолжу уровень и выложу как есть я просто устал от него никогда не делайте какие детишки не парьтесь за 100 процентов убийств это не круто это не весело играйте с хранениями ну ладно будем играть как играется в конце концов появление этих гарпий не делает бои сложнее не моя вина что игра их не заспал его здесь конце коридора также камикадзу ставим бомбу сюда которую мы забрали из деревушки и будет еще один мини-укзан вообще это весьма креативно уменьшить одного из врагов и представить как нового примерно как перекрасить существующего и дать ему в два раза меньше здоровья если вы понимаете о чем я еще и забавно у меня здесь бывало что скелеты просто не получали урона но благо сейчас все хорошо надо же даже здесь скелеты не застряли на этот раз причем я даже уважаю то как сделал этот уровень то есть здесь даже музыка раза три меняется то есть меняется окружение да то есть там болото пещеры лес и даже музыка меняется может они там есть нет пожалуйста здесь будет рептилоид здесь будут тыквоголовые с камикадзе я люблю просто спамить гранатами в них они что-то сегодня группой не ходят ну да ладно как только орбиты заканчиваются переключаемся на автомат здесь будет еще один креативный противник и вот это вот место я просто ненавижу здесь будет куча вот этих биомеханоидов лягушатников я просто делаю вот так чтобы они застревали в бордюрах и поливая все ракетами отвратительный бой ой надо каменистых големов тоже убрать это об их камешке ракеты взрываются и ведь ей это неплохая с этими лягушатниками просто их мне кажется ставить нужно в таких более удачных местах в удачных комбинациях с другими врагами как это было в конце предыдущего уровня и не в таком количестве но здесь нет никакого испытания никакого челленджа это просто нудно и к сожалению весь этот уровень такой хотя визуально он в принципе не нравится визуально он в принципе не нравится и это плазменная винтовка и большинство врагов действительно можно оказывать свое неуважение она их просто сносит отличное оружие красивое место но здесь будут откровенно некрасивые бои с участием вот этих вот гадов штук шесть по моему будет и все вот будут производить вот эту вот лягушину лягушачью тушь и и и и и и и и Здесь сейчас будут зумбулы, скелеты и циклоголовые. Активно пользуемся снайперкой, а скелетов выкашиваем из иммигана и все будет хорошо. Субтитры делал DimaTorzok Активное мнение, основанное на том, как я в данный момент играю в эту игру. То есть как играет нормальный человек? Он не парится за счетчик и убийств, вообще ни за что, он просто идет по уровню и убивает всех. Сохраняется, умер, загрузился, все нормально. Но, в моем случае, к сожалению, здесь будет много лукзанов. У меня формат обязывает поступать немножко по-другому. У них весьма смертоносные ракеты, поэтому лучше вот так вот ходить влево-вправо, а оставаться за колоннами, дождаться, пока все их снаряды взорвутся или улетят куда-нибудь. И снова выходить. Здесь видок папируса, который и так же намекает на секретный уровень, в который мы, разумеется, пойдем. На этом лифте мы спускаемся в подземный комплекс. Весьма приятной эстетикой. Но, опять же, в довольно бестолковом бою мы не будем ждать. Здесь снова появляется мину-укладчик, но, к сожалению, он здесь не такой полезный, как в секретном уровне. Ну, пожалуй, можно положить несколько минут сюда. И, наверное, вот здесь. Ну, видите, зачем? Так, как работает этот уровень? Мы нажимаем вот на этот кристалл. Потом из этого, из этого, из этого порталов появятся враги в довольно безумных количествах. И эта арена так устроена, что здесь довольно сложно маневрировать, по крайней мере, с первой попытки. И я придумал небольшой способ, как схитрить в этом бою. То есть мы пойдем вон туда. Встаем вот сюда вот. Нужно быть немного аккуратным, а то здесь легко упасть. Несмотря на то, что здесь бордюга. Так, ну и просто отстреливаем скелетов, которые выбегают из ближайшего портала. Можно представить, что здесь творится, на самом деле, если играть на этой арене так, как задумано. Опять же, это не сложно. Это как в ситуации с третьим уровнем, утопленной пирамидой. Могу это сделать. Но я не хочу рисковать. Потому что я уже, скорее всего, полчаса на этом уровне. И этот уровень мне не шибко нравится, как можно уже понять. Опять же, ввиду того стиля игры, которым я пользуюсь сейчас. Я просто не хочу его переигрывать. Я больше не хочу его переигрывать. Честно. Так, скелеты кончились здесь. Вы посмотрите, сколько их просто с тех порталов набежало. Ой. Пусть и несколько ракет туда. А ведь когда мы убьем некоторое количество из них, то появится камиказа. Да. Так, убьем еще парочку и нужно будет присесть. Да, вон биомех появился, чтобы он нас не увидел. Камиказы пробегают. Так и будет. Мы видим хвостик биомеха и... Можем, ориентируясь на это, закидывать его гранатами. И этого тоже. Их, по-моему, тут 4 штуки всего. Мы убьем их всех таким образом, потому что их ракеты могут нас довольно быстро снести. Да и... Когда еще мы можем воспользоваться... Возможностью приседания в Сириус Сэм? Это, по-моему, единственное место за всю историю моей игры в Сириус Сэм, когда я воспользовался этой фишкой. Сейчас, когда мы убьем некоторое количество камиказы, появятся тыкоголовые. А из центрального портала пойдут быки. Собственно, да, я выбрал для отстрела именно один из боковых порталов, просто потому что из центрального пойдут быки биомехи и там... Таким образом уже не выжить. О, начинается. То есть тыкоголовых убиваем гранатой, а для камиказа автомат. А geleня, посмотрите. Пока не нечего. Да. captured captured. Кавалкры не 345 Hid advent mehrere . Продолжение следует. Они некоторое время еще повыбегают Но потом, когда Загорится следующий генератор Тут появится такой же столб света Как на других Нам нужно будет снова присесть Потому что Из всех порталов, в том числе из нашего Полезут укзанчики А как я говорил, их ракеты довольно смертельны Хороший был взрыв Скоро свет должен появиться Да Опа Это я зря сделал Ладно, вроде обошлось Слишком рано встал Пропустим Тех, кто появился здесь Они по-моему по одному появляются Знаете Да, вон он идет Наверное стоит все-таки Сначала убить ближайших Которые появляются в ближайшем портале Чтоб они нам не мешались Не выпрыгивали в случае чего Вообще их можно прямо отсюда встречать Только иногда во время стрельбы Нужно немножко присесть Потому что Кроме ракет у них есть другие такие пакости В том числе и электрическая пушка Которая почему-то Притягивает игрока к ним Остальных просто уже Добиваем таким Бесславным образом Честно говоря Я бы с удовольствием поиграл в этот бой Так как задумано Но проблема в том, что здесь Малейшая ошибка Там случайно пропущенный бык Или еще что-то Он просто вытолкнет за карту За вот эту арену И все И это смерть И опять полчаса Бродить по этому уровню Нет, спасибо Это быки так смешно подлетают Когда Падают за арену, кстати Ну и только быки Вообще все Я не знаю почему так происходит Но так происходит Ну показали кат-сцену только что Это кстати Прекрасная Фишка показывать кат-сцену Посреди боя Пока у вас летят ракеты Или еще что-то Но тем не менее Сцена означает Что мы можем Валить с уровня Прямо сейчас То есть Фортал справа Открыт Я бы сейчас пошел Погеройствовал Если честно Но не буду Ого там Укорбита Добиваемся кукзалов Ну кто же их остался О Там скелет Ой Ты застрял что ли? Педняжка Вот в последний раз Я вроде так же Отстрелялся А там Осталось немного Кукурбита И Кукзалов Я думал Дай-ка по геройству И в итоге Вот где-то здесь Я увернулся От кукорбита И Запрыгнул вот сюда Случайно Причем я не прыгал даже Я просто рейфом Отошел И вывалился за уровень Так что Как бы Геройство Геройство Но Ну и нафиг Итак Мы выходим с уровня Но как мы помним Здесь есть Выход на секретный уровень Нам нужно зайти За этот портал И нажать кнопку И таким образом Портал перенесет нас На секретный уровень Ну Так Два поломных спауна Изначально на уровне Еще гарпии не появились Наверное там 800 Какого хрена А почему Нет, но Во второй волне Было гарпий столько же Тогда И вообще не появилось Появились Почти сказать Игра их Сама убила Просто Вы хотите сказать Что я зря Столько раз Перезапускал Этот Глупый уровень У меня нет слов Я теперь еще больше Его ненавижу То есть игра Игра их Сама убила То есть Блин Мне опыт подсказывает Я могу ошибаться Конечно Но когда Враги не появляются Когда вы не пересекли Какой-то триггер Или еще что-то Игра их Не уничтожает В конце Они Именно остаются Не убитые враги И На счетчике убийств Это видно А здесь А здесь Игра просто Сама убила Я не знаю Как это объяснить С точки зрения Более разумные Кошмар Я очень сильно Устал от этого уровня Опять же Он несложный Просто очень 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 Нудный И опять же Это хорошо Что если вы Играете в него Как нормальный человек То есть Просто пробежали С сохранениями Загрузками Не паритесь Играете в свое удовольствие И как бы все И пошли дальше На следующий уровень Но Блин Нет В моем случае Это вот И опять же Тот последний бой Немножко за гранью Конечно Но Ситуация Вполне решабельная То есть Да Сделал попытку Не получилось Загрузился Все По новой Разыграл И Не получилось Проблема в том Что На ошибке В моем случае Это полчаса жизни И Перепроходить этот уровень Опять же Не самое лучшее время Ну да ладно Это было отвратительно Если честно Но Пойдет Спасибо всем За просмотр И Всего хорошего Играйте в игры Нормально Не так Как я Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok